МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Губерния 33 программа «Безопасность. Обзор чрезвычайных событий и происшествий за неделю». Я Борис Пучков. Здравствуйте. Завершились новогодние праздники. В этом году они были самыми короткими, всего 9 дней. О том, как прошли новогодние и рождественские гуляния с точки зрения безопасности, рассказал первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Владимирской области Руслан Блинов. Всего было задействовано 354 объекта по области. Дополнительно были обследованы 65 гостиниц, 16 бас отдыха и 4 так называемых горнолыжных курорта Владимирской области. Надо сказать, что на всех объектах требования, общей требований пожарной и общей требований безопасности были соблюдены. Благодаря этому удалось избежать каких-либо эксцессов либо каких-то неприятных ситуаций. На всех 56 организованных елках также обеспечивали дежурство как сотрудники МЧС, так и сотрудники полиции. Обеспечивалось здравоохранение везде регулярное. Поэтому, я считаю, комплекс вот этих мероприятий позволил нам достичь тех успехов, что мы сократили количество пожаров по отношению с прошлым годом с 59 на 51. К сожалению, гибель сохранилась в этих же цифровых значениях. Шесть человек прошлого года, шесть человек в этом году. Лидер Петушинский район, четыре. Один в Александровске, трагичном случае, один в Суздальском районе. На дорогах области 22 раза реагировали по указанию помощи по деблокированию пострадавших. Пятер им оказана была помощь. К сожалению, одну человеческую жизнь также не удалось спасти. Вся система жизнедействия населения, жилищно-коммунальное хозяйство достаточно устойчиво работало. Поэтому произошло, если брать прошлый год, также уменьшение по количеству аварий. Здесь за этот период их 16. В прошлом году 21 авария. Значит, у нас зарегистрировано 80 объектов продаж пиротехнических изделий. Все эти 80 объектов были проверены и на соблюдение требований, и на сертификацию. Безусловно, они отвечали требованиям. Благодаря совместным усилиям 30 таких площадок было определено на территории Владимирской области. На всех 30 было обеспечено дежурство соответствующих подразделений, как МЧС, так полиции, так и здравоохранения. Но, опять же, на первую очередь мы ставим культуру поведения. Благодаря правильным действиям населения удалось избежать здесь каких-либо происшествий, либо неприятных ситуаций. То есть в этой сфере вот-вот все обошлось. Аномальные январские морозы неприятно удивили всех жителей Центральной России. С синоптиками они предсказывались еще осенью. Пик отрицательных температур пришелся в ночь с 6 на 7 января. В этот момент на праздничной службе в храмах и церквях Владимирской области собрались тысячи верующих. В эту ночь дежурили и спасатели. Рядом с храмами были развернуты полевые кухни. Мы русские, а русский народ к холодам привыкший. Значит у нас на учете было задействовано и зарегистрировано 173 объекта, 173 храма. Во всех 173 объектах было организовано дежурство. Как и наших представителей, так и сотрудников системы здравоохранения. В принципе случаев таких, что кто-то там замерз или обморозился в эту рождественную ночь, они не зарегистрированы. В дополнительные в крупных районных центрах Владимир, Александров, Гусь-Крустальный, Муром, Ковров, Вязники мы как с 31 на 1, так и с 6 на 7 в рождественскую ночь разворачивали полевые кухни, где населению было предложено горячий чай и традиционная каша. В принципе посещаемость в рождественскую ночь также была активна, как и в новогоднюю. То есть загрузка кухни по 2-3 раза мы загружали кухни. Поэтому все это было востребовано и достаточно хорошо оценено населением. Рассказал Руслан Блинов и о мерах безопасности, которые будут предприняты во время крещения. Напомню, традиционно крещенские купания проходят в ночь с 18 на 19 января. Окунуться в ледяную воду в этом году планируют около 3,5 тысяч жителей Владимирской области. Первое начнем с культовых учреждений. Начинается все оттуда, со службы. Их порядка 150-160 сегодня будет подтверждено на учет. Безусловно, в каждом храме, в каждой сверке будет организовано дежурство сотрудников. То, что касается купелей, то их на сегодняшний день 52, причем на открытой воде, то есть в открытых водоемах 35. На всех 35 нами будут обследованы. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям есть требования, есть рекомендации, как орган местного управления ее оборудует. Мы до 11 дня предшествующего, до 18, все эти купели принимаем, даем добро на эксплуатацию, или как правильно, не на эксплуатацию, на применение, наверное. И также организуем дежурство на каждом открытом водоеме наших сотрудников. Дежурит скорая помощь, дежурит полиция. Все это, как правило, у нас проходит организованно и без происшествий. Подвели итоги новогодних праздников и в областном ГИБДД. Главный вывод – аварий по сравнению с прошлым годом стало меньше. Произошло это не потому, что водители стали ездить безопаснее и больше соблюдать правила дорожного движения. А автолюбители отпугнули все те же аномальные январские морозы. 32 ДТП, 44 человека пострадали и трое погибли. В областном управлении ГИБДД подвели итоги новогодних праздников. По сравнению с январскими каникулами прошлого года количество аварий на дорогах значительно сократилось. В период с 1 по 8 января 2016 года на трассах Владимирской области погибло 8 человек. И еще 118 получили повреждения различной тяжести. Сокращение дорожно-транспортных происшествий в этом году инспектор ГИБДД Михаил Маслов связывает с наступлением аномальных морозов. Поэтому количество автолюбителей на дорогах именно во второй половине праздничных дней значительно сократилось. Прокомментировал Михаил Маслов аварию, случившуюся 2 января в Судогосском районе, неподалеку от поселка Головино. В ней пострадала солистка Владимирской областной филармонии группы My Babies Boost Band Дарья Семина. Несколько дней девушка провела в коме. Водитель, управляя автомашиной Nissan Micro, выезжая с второстепенной дороги на Главную, не предоставила преимущества автомашине Sanyong. В результате сама водитель пострадала и также еще за медицинской помощью обратился один из пассажиров автомашины Sanyong. По этому делу назначено административное расследование и известно, что Дарья Семина уже пришла в себя. Избежать большого количества аварий в празднике удалось и владимирским коммунальщикам. Все новогодние дни они работали в режиме повышенной готовности. Как сообщили во владимирском филиале по ОТ+, в аномальные морозы были задействованы дополнительные бригады и вызваны все руководители. В итоге крупные ЧП удалось предотвратить. Было только два инцидента. Один произошел 8 января в Добром. Возле дома номер 14 по Сузарьскому проспекту мусоровоз повредил теплосеть. Однако аварийные службы за два часа устранили проблему. Замерзнуть жители близлежащих домов не успели. К другим новостям. Молодого человека из Греховца привлекли к административной ответственности за размещение на своей страничке ВКонтакте аудиозаписи. Нижегородский суд в песне группы Грот нашел проявление экстремизма. Выяснилось, что данная композиция с июля 2015 года внесена в федеральный список экстремистских материалов. А одного из сотрудников УФСИН подозревают в покушении на мошенничество. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника участка колонии-поселения ИК номер 3. По версии следствия, 36-летний майор внутренней службы убеждал осужденных в том, что может помочь им правильно подготовить документы для условно-досрочного освобождения. А также получить помилование, предоставить право осужденным проживать за пределами колонии-поселения. 27 декабря 2016 года майор получил от жителя Москвы 80 тысяч рублей за 100 зданий. Лояльных условий отбытия наказания и, самое главное, решение вопроса о переводе в другое исправительное учреждение. В момент получения денег сотрудник УФСИН был задержан. С 22 декабря по 6 января в регионе прошла масштабная операция по изъятию контрафактного алкоголя. В результате рейда полиция составила 57 протоколов. Было изъято из оборота более 9 тысяч литров суррогата. Сомнительный алкоголь продавали в магазинах Киржачского, Визняковского и Камешковского районов. В Муроме сотрудники ДПС задержали целый фургон с контрафактом. Коснулись проверки и аптек, различные косметические лосьоны, лечебные настойки, в том числе и Боярышник были изъяты в Струнино, Карабаново, Вязниках, Камешково и Коврове. Из продажи было изъято более 4 тысяч флаконов. На этом рейды полиции не завершены. В ближайшее время будут проведены новые мероприятия. Прямо в магазине застрелен менеджер салона. ЧП произошло в магазине Двери на улице Верхняя Дуброва во Владимире. 10 января около 18 часов случайный посетитель обнаружил в помещении салона тело мужчины с огнестрельным ранением в голову и немедленно вызвал полицию. Следователи и криминалисты тщательно осмотрели место происшествия. Были обнаружены следы и вещественные доказательства. Как сообщает следственный комитет, в салоне магазина обстановка не нарушена. Предположительно, в потерпевшего был произведен один выстрел из пистолета пулей калибра 9 мм в затылочную часть головы. Погибший житель города Владимира официально работал менеджером по продажам. У него остался малолетний ребенок. В настоящее время сотрудники уголовного розыска и оперативники продолжают розыск убийцы. На сегодня это все. Новый обзор чрезвычайных событий и происшествий в программе «Безопасность» ровно через неделю. До встречи на телеканале «Губерния-33». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова